Ребята, всем привет! С вами Александр, Jurassic World The Game. Давненько здесь не были, да, у нас появились новые существа, но плезиезух это виповский, сейчас мы его, к сожалению, с вами не получим, а вот за Залмонодона мы сможем получить. Он делается из Залмоксиса и Птеранодона. Давайте мы сейчас... А что я так не могу сюда перейти прям? Печалька-то какая. Ладно, делаем вот так, делаем вот так, вот так. И у меня вот тут их есть несколько штучек. Кстати, давайте мы сразу прокачаем. Так, опять кто-то сбежал. Главное не попасть на рекламу, я это помню. Надо классать в левый верхний уголок. А, это не здесь, это когда мы сливаем существа между собой. Такая лажа получается. И у нас тут опять кто-то сбежал. Отправить Оуна. Так, что у нас тут еще происходит? Еще через три дня у нас появится Омега, да? Омега же тебя там зовут? Где ты? Где ты? Как там тебя зовут? Да. Омега. Омега-09, а это у нас Альфа-06. Отлично. Так, а где-то вот здесь у меня находится этот наш парень. Вот он. Вот он. Давайте мы сразу просто его прокачаем. Чтобы его, как говорится, не потерять раньше времени. Ну, в принципе, сороковый птер не особо-то и нужен в наших реалиях, да? Ну, попробуем. Создадим гибридика одного-двух. Так, а то как раз у меня и еды было полно. Надо этот моментик исправить. Не заходил в игру реально, наверное, месяц не заходил, ребята. Так, еще в Jurassic World Delight там захожу, но тоже... Тоже не часто сейчас. Так. Так, вот и у нас получилось два сороковых. И давайте нажмем... У меня сразу гибридизацию. Так, давайте, в принципе... Слияние. Так, вот так выглядит картинка. Какого-то он не напоминает, он напоминает какого-то реально существующего птера. Но вот так как-то... Так, ну это у нас... Супер-пупер-мега-гибрид. Надо посмотрим, какие у него показатели будут. Кстати, ребята, у кого есть вот это вот... Вот то водоплавающее существо уникальное, у кого в аккаунте есть, в принципе, можете... Можете мне написать... Куда бы мне написать? Не знаю, в комментариях под этим видео, что ли. И, в принципе, могу зайти через ваш аккаунт, снять, потому что у меня к виповским существам нет доступа. Может, кто-то из вас уже его, как говорится, приобрел. Поместить. Так, вот у нас тут клеточка находится. Ну, пусть будет здесь. Вот такой вот у нас прекрасный парень. У вас есть зал Монодон. Так, а ну-ка. 8 на 2. Ну, ничего особенного. То есть у нас по 2000 иптера доустро там бьется. Я уже молчу про метре Фадона. Ну, ладно. А, давайте глянем на... Вот этого прекраснейшего парня. Тропиагната. Классно выглядит просто. Так. И сколько ты стоишь? 55 косарей, ребята. Ну, конечно же, покупаем. Что нам еще делать? Обратно, пожалуйста, верните нас. Так, что мы делаем тогда? Давайте их качнем. Ну, он сейчас, смотрите, знаете, в чем прикол у этого? Он на первом уровне хорошо выглядит. Он не какой-то там серенький, как я вот это все время вспоминаю. Кто там? Метриокантазавр, да, это ужасный. Да и Майюнгазавр тоже выглядит ужасно на первом уровне. А вот эти вот, ребятки, смотрите, такие вполне себе ничего. Кря! Кря! А сколько ты стоишь? 27. Ну, половина, как обычно. 27 косарей. Так, одного поставим, наверное, на выведение. Ну, не хочу тратить 1600 долларов. Да, у меня денег много, но их много, потому что я экономлю. Так, в принципе, можно и еду собрать. С этим разобрались. Так, теперь давайте, что там, второго качнем. А, обеих качнули. Так, что у них сейчас по показателям? Круче любого легендарного. Жизнь, как у Терезинозавра, удар сильнее, чем у Рекса. 2 300 на 700. Ну, давайте сейчас будем искать, где нам можно посражаться. Что у нас здесь? 2 300 на 700. Вот, кстати, Терезинозавра. Давайте одного сейчас мы сюда запустим. У Птера Дауста даже 200. 2 300. Вот он, находится здесь. Так, а где твой прародитель? Давайте возьму. А, вот, все. Я Терезинозавра возьму. И вот этого парня возьму. Да. Потом мы его сольем и сделаем еще один бой. Так, ну, наверное, мы насобираем просто суперудар Птеранодоном. Ну, то есть я его защищать не буду. Ну, с трусливым лабиринтозавром нам ничего не угрожает. Придется даже подменяться, наверное. Вот, смотрите, он проатаковал. Давай, я тебе даю шанс. Блин. Последний твой шанс. Победить меня. А, иначе тебе хана. Три. Молодец. Я именно так и хотел, чтобы у нас автозамена произошла. И мы смогли проатаковать по полной. Кря, кря, кря. Они обычно так кричат. Надеюсь, я успел сделать этот супер-пупер-мега кадр. Третий раз. Третий раз. Я помню еще до записи, когда зашел. Вот эта штука происходила. Кстати, у нас тут что, птерозавры. Надо будет это событие тоже пройти, да, правда? Так, но сейчас нам нужно что? Нам нужно... Гляну, что у нас еще здесь есть. Ух ты, е-мое. 82-го. Не хочу я сюда. Только для обычной. И вот здесь что? Вот сюда можно тоже сходить. Тихо. Тихо, я сказал. Все существа птерозавры. Пожалуйста. Так, с кем будем сравнивать? Помчались. Последний бой пойдем на ПВП. Скафагматик. Так, и три рекса, да, тридцатых. Постараемся как минимум двоих пробить нашим гибридом. И желательно умереть. Он должен умереть. Ну, нам же нужно все-таки увидеть эту картину смерти. Давай, на три из четырех. Ну, пусть будет так. Семьсот удар. Жаль, что здесь нету рекса... Более мощного. Так, мы все рассчитали правильно. Четенько атакуем. Так, ну этого я сейчас тоже пробью. В принципе, я могу пробить и троих. Так, у него один балл остался. Ну, попробую, чтобы он умер. Но не получится. Это надо, чтобы он на все четыре проатаковал. Ну, на три хотя бы. Если он проатакует, то мы увидим Залмона Дона пораженным. А ну, давай, молодец. Смотрите, как все идеально по нотам произошло. Я разыграл этот коварный план. Я как этот, как Мариарти из Шерлока Холмса. Все идеально произошло. Сейчас пойдем, сделаем... Сделаем чего? Сделаем гибридом нашего нового. И потом, наверное, про башеньку с терезинозавром надо будет пройти до конца, да? Как вы считаете? Серии выходит редко. Там можно снять серию подольше. Так, идем вот сюда. Так, сейчас нам нужно идти в ПВП. Там арена просто поприкольней. И там можно проиграть. Поместить. Все время тут боюсь перепутать кнопки. 20 уровня. Так, теперь, наверное, время нам почитать что-нибудь о нем. Так, давайте еще раз. Да я знаю, что ты можешь подлететь. Не хочет. Они же там парят обычно. Так, ладно, давайте сделаем вот так. У них бывают, по-моему, глюки, да? Он не хочет парить просто. Так, вот у него еще одна анимация. Да ну. Да ладно, что-то поломалось. Факт 1. Так, чтобы научиться летать птенцам с Залмонодона, может потребоваться до 6 месяцев. Такая задержка связана с наличием у них ДНК млекопитающего. А какой еще в попу млекопитающий? Если у нас тут птерозавр и динозавр. Так, любимая пища с Залмонодона – ягоды. Он мастерски ест, срывая их с кустов прямо в полете. Ну, это такое, такое, такое себе. Ягодками так, по-моему, если ягодки не арбузики, то тяжело круги нарезать над одним кустом. Проще на него просто сесть и склевать там. Так, у нас теперь 14000 на 1200. Ладно. Помчались. Так, все существа – птерозавры. Пойдешь ты. Так, а здесь, если попадется травоядный, нужен какой-то матерый хищник. Ну, плюс-минус схожего уровня. Давайте вот так. Так, Глитронокса у меня всего лишь два. Ну, ладно. Тысяча, 1200, 1000. Но у нас преимущество. У нас тут Малеха-перевес образовался. Так, у него Индоминус там еще есть, да? И у меня житлушки побольше. Так, он проатаковал на 2, значит, пора его, наверное, выносить. Блин, ну мне надо прям 3 балла, чтобы его вынести. Ну, такой, как-то, обмен у нас идет. Сейчас он меня за 3 тоже вынесет. Потом я его вынесу. Вот такой, что-то сейчас у нас бой, походу, быстро очень закончится. Он меня на 1. А, у него 2. Так, сейчас не очень прикольно получилось. Ну, ладно. Разберемся как-нибудь. Ну, он по-любому атакует. У него 1 балл остался в перенос, по факту. Так, теперь у него 4. И он сдрейфил. Вот так вот. У него целых 6. Против нас играет мотоциклист. Думай, думай. На все 6. Долго думал. И все у нас опять произошло по плану, ребятки. Сейчас мы его быстренько разберем. За 2 удара. 2 900 мы наносим. Себе ставим 2. И переносим 4. И сейчас мы его суперударом разберем. Короче, уровень за мое отсутствие никто лучше играть не стал. Ну, сколько там? На 2 500, на 2 400 меня смог бы ударить. Ну, если бы я его ударил на все 4. Прошло бы столько урона. Так, ну, а теперь делаем скриншоты. Кря-кря-кря-кря. Ну, не знаю. Если успел, то хорошо. Если не придется на стоп-кадре отлавливать. Так, это есть. Теперь давайте пойдем сюда. Продолжение следует...